Посмотрим на рынки, который функционирует в условиях конкуренции. В результате взаимодействия кого-то установится цена, некоторый объем продаж, который будет достигнут. И мы рассмотрели действие первой силы, которая влияет на действие экономических агентов. Это сила, вернее на результаты. Это действие экономического агента, который покупает на этом рынке. До сих пор мы пока что говорим про потребителей, но в какой-то момент мы будем говорить про другой тип рынка, на котором покупателями являются фирмы. Но поведение их особо сильно не поменяется. Нюансы, но суть одна. Любой покупатель покупает исходя из двух факторов. Желание купить и возможности купить. И отсюда, собственно, формируется спрос покупателя. Кстати, обратите внимание, что график спроса похож на эту стрелку. Опять принцип чтения слева и сверху, привычный в нашей стране, мне помогает. Но есть вторая сила, которая также влияет на ситуацию на рынке. Это сила, определяемая продавцами или по-другому производителями товара. Эта сила называется предложением. И сегодня мы будем говорить про то, что влияет на предложение. Что влияет на поведение производителей или иначе продавцов. Можно сказать про три фактора. Это ожидаемый доход и прибыль. Правильнее сказать так. Ожидаемый доход и прибыль. Ожидаемый доход и прибыль. Это затраты на производство. И это, как ни странно, такая штука, как риск. Кто докажет, что риск также влияет на поведение продавца? Но может сильно поднять цены. Правильно. Чем выше риск, тем большую прибыль я буду хотеть получить. Соответственно, если я рискую не получить деньги, я, возможно, буду более дорого продавать. Я же хочу получать за риск что-то. Обратите внимание на очень важную штуку, которая вам понятна. Вот у примеров из Тфилов и софт-думов очень тяжело объяснять этот момент. Потому что, когда я говорил про затраты на производство, для них пока до сих пор затраты, это просто затраты. Это то, что ты из кармана понимаешь. А вы понимаете, что затраты, это какие затраты? А это кративные, это не явные, не явные. То есть и то, что я трачу на самом деле, и то, что я теряю. Хотя вообще то, что я трачу на самом деле, это все, что я и теряю. То есть все, что мне приходится отчетным к косметологиям. И, собственно, эти три фактора определяют готовность произвести и продать товар. Или предложение. Ну, если идем к определению, мы уже будем говорить конкретно о сущности этого понятия. Единственная маленькая подсказочка. График предложения будет похож на иллюстрию. А почему? Возрастающая фисканическая герва? Просто возрастающая. Мы поговорим. Ай, не стирай. Мы поговорим. Хорошо, я пока не стираю. Пока я не стираю, я задам один вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот я говорю продавцы и в скобочках пишу производители. То есть я говорил, что любой производитель является продавцом. А правда ли это? Так ли это? Да. Производителем? Да, нет, говорят так. Да, говорят. Ну, давай начнем с нет. Кто первый? Был первый, да? Пожалуйста. Существуют перекупщики, которые покупают по одних, по одной цене и продаются. Да, они продаются. Да, они продают. Так, секунду. Пока я задам вопрос. Каждый ли производитель является продавцом? Да, конечно. Да. Да. Нет. Нет, пожалуйста, Артем. Потому что человек может, ну не человек, а фирма, завод. Агент может произвести что-то исключительно для своего пользы. Это отдельный разговор. Помните, что мы говорили, что деятельность домашних хозяев для собственного производства в нашей схеме кругооборота не отражается. То есть жарко, готовка яичницы и салата на собственной кухне не относится к понятию производства с точки зрения экономики. Да, конечно, это производство, но речь не об этом. А если та же фирма, то есть, ну почти по той же схеме, если, допустим, фирма произведет какой-то станок для того, чтобы производить эти же станки? Ну, это особый случай, там интересный момент. То есть внутреннее производство для самого себя, ну это отдельный, особый разговор, тоже это возможно. Хотя на самом деле это тоже может быть учтено в затратах фирмы, как покупка у самой себя. Это особый вариант. Альтернативные сдержки все равно будут. Если этот свидетель, я буду брать в случае, чтобы все производители продать. Да. Это говорит, ну как же. Фабрика производит, она же не продает свою продукцию? Да, я продает. Ну как это? Фабрика производит сгущенку. Я разве на фабрике сгущенку покупал? Переколчика. Молодцы. Молодцы. Очень легко доказать, почему производитель не может не являться продавцом. Есть два, две причины, почему производитель не может не являться продавцом. Если он не является продавцом, то он просто нерациональный. Не в этом дело. Это не доказательство. Это некий постулат, говорит. Я могу задать два вопроса, на которые я не могу, просто ответ на которые скажу, что это вот бред. Если не продавать, то зачем производить? Это опять же немножко по-другому. Если не продавать, то... Откуда доход? Во-первых, откуда деньги на производство? А во-вторых, что с этим делать? Совершенно верно. Ну то есть, очевидно, что если мы что-то сделали, это надо поддевать. Например, продать. Но во-вторых, на производство нужны средства. А это, собственно говоря, средства от продажи. Если говорить про то, что любой продавец является производителем, это тоже правда. Потому что перекупщики... Давайте посмотрим на перекупщика. Я рисую картинку перекупщика, а вы мне скажете, где тут в моих рассуждениях есть маленький недостаток. Есть продавец, вернее, есть производитель. Вот магазин, который продает, допустим, джинсы. А рядом с магазином стоит перекупщик, который перепродает эти же джинсы. Спекулянт. Проклятый спекулянт. Еще раз говорю. В магазине продаются джинсы, а рядом с ним перекупщик перепродает те же самые джинсы. Вопрос. Является ли этот перекупщик, производит ли что-то этот перекупщик? Нет. А теперь, на гиде, в моих рассуждениях, недостаток, ошибку... А у него никто не купил? А у него никто не купил? А зачем? А зачем покупать у перекупщика, если это же есть в магазине? Согласны? Идать и дорожить. Читим платить информацию. Да, конечно. Он купил, потратил больше денег, чтобы потом продать за меньшее. Да, это какая-то не очень... Не, если он... Смотрите. Если он перепродает джинсы, потому что они ему не подошли, то это, опять же, не будет учтено в системе национальных счетов, то есть в системе круга оборота. То есть если я продам, например, я не знаю, там, Артему какую-то вещь, которую купил для себя, просто, ну, приду, скажу, надо, вот мне вот купил, то это нигде не будет учтено, потому что это неофициальная сделка. Официально будет продавать производитель. То есть при каком условии у перекупщика будут покупать? То есть дешевле. А зачем дешевле? Нет, скорее, если нет возможности получить доступ напрямую к товару. То есть что тогда делает перекупщик? Покупает. Он предоставляет доступ к товару, не так ли? А это услуга. Согласны? То есть в любом случае перекупщик что-то производит, не обязательно товар, а услугу производит. Ну что же, отдыхайте.